У нас у всех происходит, но почему, я думаю, нам нравится так сидеть тут вот так, как-то так скромненько. И я думаю, если каждый из нас подумает, то было столько встреч разных, и просто случайных, в лифте где-нибудь на улице. Иногда специально идешь в больницу, я месяц не была, и хочу вам рассказать, что, конечно, грустно, что мы это не делаем, потому что месяц у меня не было, и уже прям обстановка поменялась. Я вчера на команде говорила, даже это было заметно, было жестче намного, потому что, когда ты постоянно ходишь, молишься там, и с ними общаешься, и люди приезжают частенько туда, не один раз. И они как-то уже тебя и знают, они как-то мягче становятся. Но в этот раз это было, ну, как бы, я заметила такую какую-то, вы знаете, вот отчурченные стажи. Ну, наверное, я считаю, что это потому, что я месяц не была там, не ходила. Слово Божье, оно все равно и почву размягчает, да, и сердца человеческие, их располагает как-то, особенно, когда они видят, что что-то произошло в их жизни. Ну, я о том, что я ходила в среду, приглашаю всех вас, приходите, ребята, классное поле, огромное поле. Сейчас тепло, люди на лавочках сидят, и с ними можно общаться долго, не просто, когда они бежали мимо, а общаться с ними, молиться о них. Что хочу сказать, что много было очень бесед у меня с мужчинами, я не знаю почему, ну, я их, ну, как бы, с детства всегда была с мужчинами, ну, с парнями, с мальчишками в школе. Им не легко с ними общаться, они, если у них да, то у них да, если нет, то, типа, иди отсюда. Ну, четко все. Вот, и общалась с разными людьми, и с мужчинами тоже, но такой интересный факт произошел, интересный такой случай, ну, знаете, вот я его хочу рассказать, потому что иногда мы пытаемся достучаться к человеку, да, ну, говорим ему Евангелие, слово Божье замечательно, но в этом случае у меня было, я разговаривала с человеком минут 10, наверное, я уже собиралась уходить, и он подошел сам ко мне и говорит, ты, похоже, верующая. У меня вся семья верующая, я один неверующий, я занимаюсь, живу, как я хочу, я их всех выгнал, но они меня достали. Он говорит, они меня достали, они меня все время отправляют в ревцентр. Они просто ничего не говорят, только это, езжай в ревцентр, тебе нужно освобождение, езжай туда. И вы знаете, вот мы с ним говорили очень долго, я говорила ему Евангелие, истину говорила, и я понимала, что это он все слышал, и ему это, ну, мне очень интересно, невесело. И потом, знаете, вот как-то так получилось, Бог уже, я уже понимаю, что мы буксуем, я ему говорю то, что он знает. И я ему говорю, ты знаешь, я тебя вижу, правда, Бог как-то интересно показал его, вот просто я общаюсь с ним, и я понимаю, что я уже буксую тут, уже хватит с ним разговаривать, да, то есть он все знает. И я ему говорю, я тебя вижу, как дерево, сухое дерево, на котором вот какие-то засохшие кусочки там листьев, ну, засохшее дерево, почему-то вот так я тебя вижу. Вы знаете, вы бы видели его реакцию. И я это к тому, что иногда Бог через нас показывает человеку самого себя. Он много слышал, он уже слышал много, кто он и что он, где ему надо быть. Но когда я ему сказала, что ты как вот это дерево засохшее, а он красивый мужчина, наверное, два метра, красивый прям, инженер какой-то ведущий был, ну, сейчас не знаю, работает или нет. И когда я ему сказала, говорю, вот так вот, вот я тебя так вижу, ты задумывалась вообще об этом? Вы знаете, какой ступор у него был. Он перестал болтать, он до этого все время говорил, 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 что он не рассказывал там, рассказывал свою богатственную жизнь. Но у него был ступор, он вот так замер. И вы знаете, что произошло? И я понимаю, что вот Бог, ну, попал, попал в цель. Просто когда, ну, человек, он, я его вообще-то не знаю, он шел мимо. И когда он услышал, как Бог его видит, каким Бог его видит, это привело его в замешательство. И буквально он, он уже ничего не мог говорить, ни оправдываться, ни себя как-то вбелять. Он, вы знаете, простоял где-то полторы минуты со мной еще, и он развернулся, он взял, я ему дала адрес церкви. И я думаю, что он, может, приходил, просто он, может, не нашел, не зашел. Но я знаю, что Бог вот таким образом достигает людей. И это классно, что в нас все это есть. И мы можем этим пользоваться, чтобы достичь людей. А что еще интересного было? Значит, молилась о людях, которые в основном опородвигательный аппарат. У них затронут очень много людей с заменой там тазобедренных суставов, потом коленной чашечки, очень много больных таких на костылях. Вот, молилась, и не было такого, чтобы человек сказал, что совершенно прошла боль. Но люди говорили, что вот, мне полегче, человек дошел там до такси уже сам. Вот такие были свидетельства. И все-таки самое главное, знаете, что показательно, я хочу сказать, что действительно мы носим этот драгоценный внутри себя сосуд, ну, который вот жемчужина, которую мы можем подарить человеку. Да, и через пророческое слово, и слово знания, и слово мудрости, и исцеления, любой дар, который в Боге есть в нас. И мы можем это все использовать. Я вас благословляю. Слава Богу за всех нас. Аминь. 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 Продолжение следует...